Глубково уважаемые коллеги, проблемы детской гастроэнтерологии остаются актуальны на протяжении многих десятилетий. Их значимость за годами не уменьшается. Наиболее часто в этой группе встречаются заболевания верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, которые у детей негрудного возраста чаще являются кислотозависимыми. За последние 15 лет парадигма фармакологического контроля этих состояний значительно изменилась, во многом приблизившись к терапевтическому подходу, то есть к лечению взрослых больных. Логично задать вопрос, а всегда ли это верно? В последние годы все чаще в педиатрической практике используются кислотоблокирующие средства. Вместе с тем, даже в среде детской гастроэнтерологии продолжают дискутироваться проблемы. У всех ли применяется кислотоблокирование? С какого возраста показано использование препаратов данной направленности? Нельзя забывать, что мы имеем дело с детским организмом, где вопрос о становлении тех или иных гомеостатических функций, в том числе и кислотообразования, находится еще в процессе становления. Попытки снижения заболеваемости, а также оптимизации протоколов лекарственной терапии проводятся постоянно по нескольким направлениям, в том числе относящихся к новым поколениям синтеза. Ошибочно считаю, что чем новее поколение лекарственного средства, тем оно однозначно эффективнее. Всегда ли это верно в педиатрической практике? Позволю себе напомнить, что основными стимуляторами секреции кислоты в желудке являются гистамин, гастрин и ацетилхолин. Процесс пищевой стимуляции секреции кислоты делится на три фазы – сложную рефлекторную, желудочную и кишечную. Препаратами наиболее широко используемой в последние годы являются ингибиторы протонной помпы. Механизм действия ингибиторов протонной помпы обусловлен блокированием фермента натрий-калевая ТФ фазы протонного насоса, необходимого для обеспечения транспорта ионов водорода из париетальных клеток слизистой оболочки в просвет желудка и образования соляной кислоты. Часто мы можем слышать, давайте назначим более новый препарат. Раз он новее, значит он эффективнее. При этом зачастую в расчет не принимаются возрастные ограничения и иные рекомендации производителя. Классификация ингибиторов протонной помпы выделяет 5 поколений препаратов, блокирующих натрий-калевую ТФ фазу. Проводя анализ стоимости препаратов, применяемых для лечения, можно сделать вывод, что и при использовании ингибиторов протонной помпы первого поколения и при использовании ингибиторов протонной помпы четвертого поколения в лечении воспалительных заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, успех терапии достаточно высок и очень минимизирован риск неудачи данных терапий. Но разница в стоимости достаточно различна. При назначении терапии ингибиторами протонной помпы четвертого поколения курс лечения длительностью в 14 дней по стоимости в 10 раз выше, чем при назначении ингибиторов протонной помпы первого поколения. Цель исследования – сравнить эффективность двух препаратов, ингибиторов натрий-калевая ТФ фазы первого и четвертого поколения у детей с воспалительными заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Ингибиторы протонной помпы первого и четвертого поколения являются замещенными производным бензамидозома по химической природе, слабое основание. При PH равном 4 все ингибиторы протонной помпы активны, однако наиболее эффективны ингибиторы протонной помпы четвертого поколения. При PH-3 ингибирование обеспечивает оба препарата и первого, и четвертого поколения. Биодоступность ингибиторов протонной помпы первого поколения составляет 40% после первого приема и 60% после повторных приемов. Биодоступность ингибиторов протонной помпы четвертого поколения составляет 52%, не изменяется при многократном приеме препарата. Степень связывания с белками плазмы ингибитора протонной помпы первого поколения составляет около 95%, четвертого поколения около 97%. Прием пищи не влияет на биодоступность ингибиторов протонной помпы первого поколения. Прием ингибиторов протонной помпы четвертого поколения с жирной пищей замедляет абсорбцию на 4 часа и более, однако максимальная концентрация и степень абсорбции не изменяются. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 24 пациента. Средний возраст составил 12 лет, находившихся на стационарном обследовании лечения в педиатрическом отделении клиники госпитальной педиатрии клинической больницы имени Сергея Романовича Миротворцева с диагнозом хронический гастродиоденит. Первоначально изучался анамнез пациентов с выделением особенностей жизненной и генеалогической истории, данные развития заболевания. Наблюдение на стационарном этапе проводилось после инструментальной верификации диагноза путем слепой рандомизации на две разные группы, одна из которых получала препарат ингибитора протонной помпы первого поколения возрастной дозировки, а другая группа препарат ингибитора протонной помпы четвертого поколения, также возрастной дозировки курсом 14 дней. Оценка состояния больных детей проводилась в разработанной авторами анкете с учетом визуально-аналоговой шкалы боли, оценкой жалоб и объективных симптомов болезни. Для объективного сравнения уровня кислотоблокирующего эффекта ингибиторов протонной помпы проводилась мониторинговая внутрижелудочная пашметрия. Родителями детей подписывалось информированное согласие на возможности использования данных фармакологических средств. Результаты анализа наследственности по заболеваниям желудочно-кишечного тракта. У 75% пациентов наследственность одекощена по заболеваниям желудочно-кишечного тракта. По данным результатов анализа рациона питания было выявлено, что основная масса пациентов используют в питании фастфуды и газированные напитки, и это составляет около 58% обследуемых. При оценке характера стола в период обострения было выявлено, что 12% исследуемых страдали диарейным синдромом в период обострения. По результатам анализа диспептических явлений выявлено, что 37% детей на момент обострения заболевания преобладающей жалобой была тошнота. При оценке характера и времени возникновения болевого абдоминального синдрома среди прочих характеристик почти у 30% детей отмечались тощиковые боли, что указывало на высокий уровень базальной кислотной продукции. Результат анализа интенсивности болевого синдрома у детей до начала лечения в группах А и Б составил 6 баллов. Результат анализа интенсивности боли на второй день лечения после четвертого приема лекарственных средств в группах А и Б уже составил 1 балл. На третий день результат анализа интенсивности боли в обеих группах составил 0 баллов. Тем самым было соблюдено негласное правило 3 дней. Представляю вашему вниманию данные по ашметрии пациента из группы А. Мы видим, что после приема ингибитора протонной помпы первого поколения pH составляет 8,4. По данным пашметрии пациента из группы В, мы также отчетливо видим, что после приема ингибитора протонной помпы четвертого поколения pH составляет 8,09. То есть здесь четко прослеживается купирование высококислотной продукции и сдвиг pH в щелочную сторону. На pH грамме также пациента В мы видим, что после приема ингибитора протонной помпы четвертого поколения мы отчетливо видим снижение кислотной продукции в щелочную сторону. Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод. Первое. При приеме ингибиторов протонной помпы первого поколения во всех случаях у пациентов в группе А отмечался положительный эффект в виде купирования болевого абдоминального синдрома на третий день лечения. В группе В у пациентов также во всех случаях положительный ответ на терапию ингибиторами протонной помпы четвертого поколения и отсутствие побочных реакций на препарат, как и у группы А. Препараты ингибиторы натрий-калевые АТФ-фазы первого поколения и ингибиторы протонной помпы четвертого поколения показали сопоставимую эффективность, профиль безопасности, переносимость при использовании в курсовом лечении хронического гастродиоденита у детей. Не отмечено значимых преимуществ каждого из препаратов, что позволяет говорить о целесообразности использования данных препаратов строго по возрастным показаниям и в сочетании с соблюдением принципов фармакоэкономики. Спасибо за внимание.